Известное западное издание The Economist внезапно вышло со статьей под заголовком «Если и есть в мире экономика, способная справиться с трудностями в условиях изоляции и блокады, то это экономика России». После начала спецоперации Запад развязал против Москвы экономическую блокаду, пишет автор. Однако едва ли можно говорить о том, что российская экономика серьезно пострадала, вносит буквально панику в стройные европейские ряды, ведущая, подчеркиваем это важно, экономическое издание Британии. И, ребят, можно понять, хотя странно, что они признают очевидное на фоне разговоров того же Бориса Джонсона, который, как и его коллега из-за океана, мистер Байден, в последнее время вообще не пытается фильтровать, как говорится, базар при обсуждении персона российского президента. Ведь паника и истерика, вспоминайте, как красиво рассказывал о конце России хотя бы Барак Обама, есть признак слабости. Но и тут без сюрпризов. Ведь Кремль вместо того, чтобы рухнуть, а местное население вместо того, чтобы сносить ужасный, так сказать, режим, похоже, сдаваться не собираются. Пока западные партнеры как раз несут потери за потерями. Вот, как пишет другое авторитетное издание The Wall Street Journal. Благодаря национальной системе платежных карт Мир, а россияне могут по-прежнему пользоваться своими картами с логотипами Visa и MasterCard, оплачивая покупки внутри страны. В то время как многие ошибочно полагали, что уход из России западных пластиковых карточек больно ударит по экономике страны, что в действительности оказалось далеко не так. А также, вторит ему начавший панику The Economist, спустя месяц высокое волнение на российских рынках утихло. Курс рубля поднялся по сравнению с минимальными значениями начала марта и сейчас приближается к прежнему уровню. Главный индекс российских акций упал на треть, но потом отыграл часть своих потерь. Правительство и большинство компаний производят выплаты по облигациям и акциям в иностранной валюте. Закончилось паническое изъятие денег со вкладов, сумма которого составила почти 3 триллиона рублей, и россияне вернули большую часть денег на свои счета. Да только это полбеды, продолжают западные экономисты. Сейчас-то прилетело ровно странам золотого миллиарда. Через пару секунд все расскажем, никуда не уходите. Качество жизни связано со здоровьем. Синтезит – новейшая инновационная разработка, основанная на высоких технологиях. Он производится в России и Швейцарии. Синтезит обладает уникальным действием, не имеющим аналогов. На YouTube-канале Синтезита множество людей делятся информацией о том, как Синтезит помог им в преодолении различных недугов, порой тяжелых, как он поднял их жизненную активность, избавил от анемии и усталости. Благодаря Синтезиту легче идет восстановление организма и подъем иммунитета, профилактика тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Действие Синтезита подтверждено рядом научных работ. Это продукт 21 века. Смотрите YouTube-канал Синтезит, там множество отзывов людей и врачей, которые справились со своими недугами, быстро вернули жизненные силы. Ссылка на канал и сайт Синтезита в описании к этому ролику. Итак, как мы уже сказали, спустя только месяц от начала новых западных санкций, внезапно лидеры прогрессивного, так сказать, человечества, а также их демократические СМИ начали что-то подозревать. Потому что в теории, как учат нас великое учение товарища Фукуямы о конце истории, это Россия должна была капитулировать и приползти на коленях в поисках пощады и дешевых долларовых кредитов. Но проблема в том, что крякать начали ровно наоборот экономики Большой Семерки и Евросоюза. И вот, например, доигрались, как говорится, власти Германии, запустили этап раннего предупреждения в рамках чрезвычайного плана действий, связанного с возможным прекращением поставок российского газа. Плюс, согласитесь, это прелестно, ФРГ и Австрия предприняли первые официальные шаги по введению нормирования поставок голубого топлива. Ведь, если прокачка из Москвы сократится и попытки снизить потребление, считай, призывы населения жить хуже и еще хуже не сработают, правительство Германии отключит часть промышленности от своей газовой сети и предоставит преференции домохозяйству. В общем, будут собирать Мерседесы при керосиновых лампах и плавить сталь на кострах. Отличный план, согласитесь? Пока, снова и снова заметим, по данным The Economist, российский ВВП по состоянию на 26 марта был на 5% больше, чем год тому назад. А также британское издание рассказало и другие данные в режиме реального времени, которые показывают, что потребление, электричество и железнодорожные перевозки товаров в стране без пармезана не сократились. По информации Сбербанка, расходы по сравнению с этим же временем прошлого года немного выросли. Особенно увеличились расходы на бытовую технику, но и расходы на услуги уменьшились совсем ненамного, и сегодня этот показатель существенно выше, чем даже годом ранее, когда все сидели по домам. И выводы западных журналистов неутешительны. Простые россияне в таких условиях вряд ли станут еще сильнее тревожиться об экономике и сокращать свои расходы, а также, несмотря на многочисленные санкции, Россия по-прежнему поставляет иностранным покупателям нефть на сумму 10 млрд долларов в месяц. Пока опять же сами страны Запада сотрясают забастовки, остановки заводов, резкий рост цен на еду, услуги ЖКХ и электричества, плюс банкротство фермеров. Ну, короче, есть мнение, что все это далеко не конец истории.